Здравствуйте! Мы живём все на карстовых породах. Ну, все не все, но вот жители в европейской части России точно на карстовых породах. Это, надо сказать, хуже, чем жить на вулкане. Вот вы знаете, когда живёшь на вулкане, я, правда, никогда не жил на вулкане, но то приближение следующего извержения, в общем-то говоря, чувствуется. Начинает подрагивать почвы, начинают появляться форморолы, начинает бить струй какого-то вулканического газа в жерле вулкана. Значит, надо убираться подальше. То есть он предупреждает об этом фактически. Ну, а потом, значит, прорывается наверх по каналу, откуда-то из магматического очага магма, и начинается тут светопредставление. А вот карстовая порода – это нечто другое. Мы живём даже не на древнем вулкане. Вот те, кто живут на тех местах, где раньше был вулкан, ну, например, Восточная Сибирь, Восточные Сибирские трапы, слышали такое? Это вот огромные слои изверженной лавы, которые, значит, вот лежат там, значит, под землёй, слоями, да? Их называют трапами, потому что при разрушении сверху начинают сначала разрушать верхние слои, потом нижние, получают такие ступеньки. Трап в смысле вот трап, лестница. Вот. А у нас это вот осадочные породы. Породы бывают, конечно, осадочные всякие, нам ещё относительно повезло, мы живём на известняке. Известняк растворяется, растворяется не особенно быстро, но растворяется. И в нём образуются огромные полости. Везде, вот, и под Москвой, и под самой Москвой, и под Подмосковьем, вот такие вот находятся породы. И рано или поздно эта порода так сильно развивается, что она происходит обрушение. Провал. Вы знаете, в Москве бывает провал. Эти провалы, к сожалению, связаны не с самыми настоящими, так сказать, трапами. Но, может быть, не к сожалению, а к счастью, не с самыми настоящими карстовыми пещерами, а, так сказать, искусственными карстами, которые промывают уже совсем в верхнем слое, почти оливиальном слое, промывают потоки, которые текут из прохудившегося водопровода, пробитой канализации. Вот эти вот потоки. Вот они вот промывают там, и бац! Смотрим, на улице какой-нибудь провал, провалился грузовик, за ним следом легковушка. Вот такие вот истории. Легковушка – это легковая машина, так в мое время называли. Вот. Бывают случаи совсем возмутительные. Вообще старый такой случай описан. Это еще из жизни, из той еще жизни, то ли 19-го, то ли 18-го века. Хоронили одного купца. Не знаю, каков был купец, но вот природа отреагировала на его похороны характерным образом. Выкопали могилу, стали пускать туда гроб. И тут вдруг грунт и дно могилы провалились. Образовался карст. И туда вниз в неизвестность улетел гроб. То есть куда-то там в карстовую пещеру, промытую водой, под этим кладбищем, упал гроб. Вот такие вот дела печальные. Есть несколько случаев, когда в такую карстовую породу уходило целое озеро. Вот в 80-м году в Луизиане бурильщики бурили скважину. И тут случилась катастрофа. Вода, которая через скважину. Они на озере бурили скважину, искали нефть. Понимаете, нефть ищут там, где есть купол. Купол непрозрачный для нефти и газа. Это обычно отложение соли. Соль, натрий, хлор. Вот это вот отложение натрий-хлор. Соляные купола. Вот. И вот, значит, они пробурили. А тут, я не знаю, почему так было. Это Америка, наверное. Каждый делает, что хочет. Свобода. И ни с кем не посоветовались. Оказывается, под этим озером были гигантские разработки каменной соли. Место было подходящее. Как раз эти разработки каменной соли, они, значит, были, видимо, над этим самым нефтяным каким-то месторождением. Возможно, над нефтяным месторождением. Они были... Ой, Господи, Боже мой. Прокисай совсем, как говорила моя прабабушка. Вот. И туда вода прошла. И стала размывать эту соль. А там уже была шахта. В шахте полно свободного места. И туда эта вода. Нужно сказать, что, к счастью, никто не пострадал. Но озеро ушло. Озеро ушло. Значит, причём, значит, стало интересно очень. Там отверстие-то относительно небольшое. Вода туда идёт. Вы когда-нибудь выливали большое количество воды, спускали ли вы большое количество воды в раковину. Полные раковины. Вода туда идёт. А там-то точно-то место, там где-то засор. И вот наверх бьёт фонтан воды. С воздухом. Выходит, там некуда воздуху дальше уйти. И он выталкивает. И вот то же самое было. Из шахты выталкивался воздух. Куда ему выйти? Наверх. И бил фонтан. 120-метровый гейзер вот этой вот воды, которая утекала. Дальше было ещё хуже. Потому этот случай имел большой резонанс. Это озеро было соединено каналом, по-моему, с Мексиканским заливом. И из Мексиканского залива по этому каналу в озеро пошла солёная вода. И теперь озеро не пресное, как было раньше. Из него вытекала вода по каналу избытки воды в Мексиканский залив. А теперь это, собственно, филиал Мексиканского залива. Маленький филиал Мексиканского залива в штате Луизиана. Вот. Вот такие вот дела. Кстати, те места были названы в честь Наполеона. Вот эти. Луизиана в честь Людовика XIV. Значит, столица. Ну, не столица, а главный прибрежный город Орлеан в честь брата. Людовика, как вот называется, герцог Орлеанский брата Людовика всегда бывал. Французского короля Руа. Вот. И от этого, в частности, Наполеона был назван. Кстати, при Наполеоне-то и продали эту Луизиану Америке. Самая большая была покупка земли в истории человечества. Луизианская покупка, да? Вот. Ну, так вот, значит, удивили всех. Был такой случай в Новгородской области. Тоже там ушло куда-то вниз вода в пласты. Да. Так что вот живём как на вулкане. Надо сказать, что рано или поздно вода, которая проникает туда, вот в карстовые породы, она их размывает и будут проходить осадки и образование текарствовых воронок. Это обычное дело. Иногда, когда говорят, а вот-вот, тут были вот атомные войны, это карстовые воронки. На самом деле их тут очень много. И, может быть, даже заинтересованы, значит, или некоторые круги, торговцев землёй, например, я не знаю, кто риэлторов, в том, чтобы думали, что это воронки от атомной войны. Нет. Это обычным образом накопившиеся воронки вот в этих карстовых отложениях. Причём это относительно новое всё происхождение имеет. Так что, в принципе говоря, можно даже вероятность попробовать посчитать, что ваш дом провалится в карстовую воронку. Она небольшая. Но она существует, и провалов этих будет всё больше и больше, с развитием коммунальных сетей, всех этих вот вещей. Без всякого сомнения. Вот у нас тут не так давно, ну, не так давно, это как, лет, наверное, 20 уже с лишним большим назад построили большущий коллектор недалеко на большой глубине. Он шёл как раз в этих карстовых породах, склонных к карстеобразованию. Ну, и я думаю, что из коллектора что-нибудь утекает. Вот, и вот у нас где-то там в одном месте всё время земля в саду оседает, оседает, оседает. А рядом с домом совсем оседает, 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 оседает. Я не знаю, что будет. Вот, может, так вот провалюсь. Придётся совсем... Я и так побираюсь в интернете, он деньги у вас прошу. А так и вовсе придётся куда-нибудь валить, побираться. Вот, вот такие страшные истории бывают. То есть живём, как на карстовой платформе. Да, кстати говоря, ещё хуже те, кто живут на вечном леднике, да? Как это называется-то? Вечная мерзлота. Вечная мерзлота, она на самом деле не вечная, она может подтаивать. Ну, тоже от таких же вещей, теплового воздействия. Все эти там ручьи протекают, ещё чего-нибудь. Ну, вода-то плюс у неё температура. А вечная мерзлота покрывает всю Сибирь, между прочим. На разной глубине, но она есть. То есть, в принципе говоря, неизвестно, где ещё веселее жить. Здесь или в Сибири. Где больше веселья. Тут теперь глобальное потепление нам пообещали. Правда, обещать-то обещали, но вот была у меня дама, мерзлотовед, скажем так. Так, занимается она ледниками. Вот этими подземными ледниками, подземными льдами. Но она говорит, что эти льды растают небыстро. Для того, чтобы таять в вечной мерзлоте, так вот, массово, системно, скажем так. Это нужны, типа, столетия, либо очень большие десятилетия. Вот такие дела. Так что вот я вас чуть-чуть успокоил, но денег всё равно присылайте. Мне деньги нужны на жизнь. Я нигде не работаю. Я попрошайничаю. Но зато вам рассказываю то, как оно есть. То, как оно всё есть. Спасибо большое. Если деньги пришлёте, внизу все мои реквизиты есть. Понятно, да? Ну, вперёд. Там есть Сбербанковская карта, есть счёт Сбербанки, есть Донейшин Аллерс. Можете стать спонсорами моего канала. Там есть такая ссылочка. Пройдите по ней, станьте спонсорами. Ну вот. Всего доброго. Удачи. Жду от вас поддержки. Без неё помру. Пока. Субтитры подогнал «Симон»